Я был противником выступления. Я считаю, что я не наработал на отдельное выступление. Очень коротко я расскажу вам о своих каких-то впечатлениях. Мы включаем телевизор. Что мы видим в этом телевизоре? Мы видим людей, которые ничего ни о чем не знают, но у них очень значительные лица. Они все орут. Ничего понять невозможно. Что их объединяет? Они эксперты во всех вопросах. То есть пусти такого командовать силами специальных операций, и они все погибнут. Пусти его заведовать лабораторией, и лаборатория скукожится, и ее больше не будет. Я прихожу в восторг, когда 12-летние девочки вертят несуществующими частями тела. Это что? Как им родители позволят подобно? Мы начинаем переключать, и мы видим опять виск-шоу, где профессионального украинского националиста, ведущий вагонерной студии. Нормальный мужик мог бы ему локтем по челюсти смазать, тот бы лег. Но он этого не делает. Если взрослый мужик дает себя скорбеть, значит ему за это платят. Вам интересно смотреть вот эти постановочные вещи, хоть Соловьевские, хоть Киселевские? Я считаю, что это оболванивание. Чистой воды – это пробуждение самых низменных чувств. И каждый раз, когда я вижу ведущих, которые комментируют новость, да ты не понимаешь, что происходит. Для того, чтобы понимать, что происходит, надо звать профессиональных контрразведчиков и разведчиков с десятилетиями работы. Потому что эти люди, как никто, понимают, что все, что происходит, оно многослойно. И когда люди говорят, что наш президент делает что-то не так, а вы подождите пару лет. Потому что, как говорил один величайший гражданин России, генерал-майор Троздов Юрий Иванович, когда я его спрашиваю, а можно об этом сказать? Нет. Операции продолжаются. А можно ли вы знать об этом? Нет. Операция в 45-м году не кончилась. Так откуда мы знаем, какой должен быть результат? Мы хотим, чтобы завтра настало всеобщее счастье? Не настанет. Если четко понимать, в какой стране мы живем, то мы должны совершенно четко знать для себя, в один день чудеса не приключаются. А люди сами не могут анализировать, их этого не учили. У них эта способность отбивается самыми шутками ведущих, скабриозными замечаниями тех же ведущих. У нас, как его, телеведущий, властитель дум. А кститесь! Какой властитель? Каких дум? У нас на телевидении 23 февраля могут показать фильм «Рэмбо 3», где Сильвестер Сталлоне крошит советских десантников в Афганистане. Это до чего надо дойти? А хозяева и начальники молчат. Я не требую повесить их на первом столбе, упаси Господи. Без права работы в СМИ на пять лет. Интернет великолепное изобретение. Там можно найти любую информацию. Там можно зайти в любой музей, будь на то твоя воля, если ты этого хочешь. Почему же колоссальное количество населения, которые не смотрят телевизор, в интернет, пользуются интернетом, чтобы пересылать друг другу фотографии котов? Я говорю об этом с востоком, потому что я кошатник. И плюс к этому они собачатся друг с другом в соцсетях. Откуда взялась эта многочисленная мразь, которая, пользуясь безнаказанностью и анонимностью, пишет все, что она хочет. Говорят нормальные люди. Вот я смотрю. Ну у меня свой там сайт, я его закрыл, правда. Все, мне надоело это делать, я его закрыл. Раньше приходил какой-то, опять же, извините меня, ушлепок, чтобы не сказать хуже. Люди разговаривают, люди разных взглядов. Но они нормально с почтением друг другу о чем-то говорят. И вдруг появляется человек, который пишет, вы все козлы. А ты мне это в лицо скажи. Скажи мне это в лицо. И хотя в моем возрасте операции уже не приспелили, я тебе ввалю один раз так, что ты не встанешь. Поверь, поверь мне, я этот, ну, наверное, могу еще. Я за полную прозрачность и безанонимность интернета, как говорил президент, пароли, явки, адреса. Вот когда я знаю, что ты Павел Петрович Иванов, и проживаешь по адресу Первая, там, Советская улица, вот тогда посмотрим, какой ты будешь. Когда мне человек, он, ну, чтобы приличный, он ушлепок. Он придурок. Но у него 7 миллионов подписчиков. И он мне говорит, я? А кто эти 7 миллионов? Такие же, как ты? О чем мы сейчас считаем в последние дни? Про двух ублюдочных футболистов? Неужели ты в головной камере? В магазине я встаю, передо мной встанет очень прожилая женщина. Причем чистится, достойно. И ей продавщица говорит, вы сколько там хотели? 200 грамм сыра? 230. И он говорит, ой, много, милочка. Это княг. А эти ублюдки, когда ему говорит, следователь ему говорит, а ты, как ты думаешь, тебя в сборную возьмут? И это дарование говорит, да мне не сесть бы. А с другой стороны, вот из этих двоих сейчас сделают козло, подпущено. Я не за то, чтобы их простить. Я бы их отправил на поселение, будь ладва. Чтобы они тренировали местных мальчишек. Я бы аннулировал все контракты. А потом мы посмотрим, как ты в трех с половиной миллионов евро в год шлепнешься вниз, и у тебя никаких денег не будет. А ты сумеешь встать? А ты сумеешь залезть? Я не говорю на те же самые высоты денежные. Нет. Чтобы жить чисто, достойно и опрятно. Кто сейчас в нашей стране героев? Футболисты! Я всегда привык, что герои, это совсем другие люди. Для меня герои, это офицеры Вымпела и Альфы, которые в Беслане, это не входит в обязанности или в спецподразделении закрывать своими телами женщин и детей. Не их обязанность. Но так как они честные офицеры, ну, когда при тебе такое происходит... Конечно, они спины подставляли за все время советского Вымпела. По-моему, двое, трое потери были. В один день 11 человек. А что-то про них. Ну, что-то отсняли. Да надо к их памятникам, надо школьников вводить. В обязательном порядке школьников вводить в музей. Вы обязательно, чтобы они видели. Я сегодня увидел первый раз паёк на один день. Это значит, у кого-то оторвали, и кто-то умер. Но стране надо было... Я не собираюсь обсуждать здесь хорошая советская власть была, плохая была советская власть. Совершенно я не об этом. Это часть истории моей страны. С 17 по 93 год. Разная была история. Великая, кровавая, страшная. Наоборот. Куда? Куда мы идём? Чего мы строим? Вы объясните мне. Я говорю без иронии, без издёрки. Чего мы строим? Если капитализм, вы мне так и скажете. Если ещё чего-нибудь, вы опять мне скажите, чего вы строите? Появился президент, который, ну, мне за него не стыдно во внешней политике. У меня к нему колосс... И не только к нему. Колоссальное количество вопросов в нашей жизни. Я не понимаю, почему в моём родном городе Москве построить центр, реконструировали. Для туристов и богатых людей. А остальные где? А куда остальным деваться? Я знаю места в Москве, слава богу, сколько я там живу. Я знаю места. Там и раньше никого не было. Никто не ходил. Тротуары увеличили в четверо. Теперь по этим контуарам никто не ходит, а машины разъехаться не могут. Мне, насколько я помню, все московские мыры от коммуниста Промыслова до великого демократа Лужкова и сменившего его крепкого хозяйственника Собянина, мне все говорили, Лёня, тебе будет хорошо. Все как один. Я не помню, что меня кто-нибудь спросил и сказал, Лёнь, ты нам расскажи, как бы тебе хорошо было, а мы там решим, может так сделаем, может чуть-чуть по-другому. Нет? Никто не спрашивает. Какой был вашим детям как переводчик? Переводчиком я стал после того, как я там еще что-то попробовал, мне это не понравилось, и я думаю, ну-ка, а родители говорили, ты переводи переводи. И я начал переводить, мне это понравилось. Мне пришлось пробиться через фильтры, которые существовали в советской стране. Фильтры какие? Докажи, что ты можешь. Вот здесь вот есть определенное количество людей, они доказали, что они хорошие переводчики и так далее, и так далее. Ну, мы тебя возьмем, но ты докажи, что ты достоин этого. Все люди, которые пришли, например, в киноперевод, Андрей Гаврилов, Лёша Михайлов, покойные, светлые его память, я их знаю, позаснулось. Абсолютно все произошло позаснулось. А про казусы рассказывают. Вы знаете, не надо ходить на кухню к профессионалу. А ничего хорошего. И если зайти на кухню ресторана, не надо. Хорошо. Сидим, Лёша Михайлов сидит, Андрей Гаврилов, еще кто-то, и я. И мы у нас на фестивале, в свободное время, и кто-то говорит, слушай, а ты этот фильм переводил, переводил. А вот помнишь, там они говорят, о чем говорят? Да я не понял. И я не понял. А ты что там переводишь? Я перевожу, что он хочет на ней жениться. А я перевожу, что он пригласил ее на выставку. И идет вот такой обмен. А там сидит блатной, который пришел за абонементом. И он смотрит на нас. А мы продолжаем делиться опытом. Короче говоря, абонемент он не взял и в горе ушел. Кипитал с литературой в школе. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Вот они, мои студенты. Никто ничего не читает. Родители мне говорят. А почему у них? Я говорю, а я у вас вот был на ДЭСе в гостях, а книг не видел в доме. Эти, как его, планшет видел, два компьютера видел, а книг нет. Чего от ребенка хотите? Чего к нему привязались? Читали бы сами. И ребенок бы. Детей не обманешь. Когда я своим студентам говорю, Эрик, Мария, Ремар, большинство говорит, мы эту писательницу не читали. Это опять их вопрос обурусит. Обурусит. Кто ходит в кино сейчас, вы совершенно правы. Лица 12-12 лет. И вот эти вот фильмы про летающего негра, про трансформеров, это же фильмы для них. И Господь Бог стихит. Но они еще больше не смотрят. Я им там порекомендовал, там, я не знаю, видел кто-нибудь, великолепный, совершенно американский фильм, 42-й, 43-й, Касатланка. Приходит мальчик с девочкой, говорит, мы не знали, что есть черно-белое кино. Я говорю, это Господь Бог с ними, когда я гугл с мобильных телефонов. Они мне говорят, спасибо, это же так здорово. Но, а им никто не говорил, что есть такой фильм. Время первых, очень вредный фильм. Почему? А потому что он показывает все не так, как было. Потому что в этом фильме система жертвует людьми, а сделали все для того, чтобы их спасти. Это же относится к фильму Девятая рота. И я, колоссальные претензии к Федору Бундерчуку, потому что Девятая рота, настоящая Девятая рота, 343-го парашютного десантного полка, их никто не бросал. Прилетали вертолеты, прилетала авиация, артиллерия их поддерживала, и погибло, по-моему, четверо или пятеро. Это тоже чудовищно. Значит, ты времшь. Назови свой фильм 528-й с половиной рот. Никаких претензий. Дальше. Почему у тебя один из главных героев Чеченец? В Девятой роте был Кабардинин. А это желание понравится. Это желание всем угодить, залезать. Фильм Калька с американских фильмов «Взвод» и «Цельнометаллическая оболочка». А потом я обращался с ним в интервью, он говорит, в тот момент я хотел только снимать кино на любую тему. Да люди за тебя погибали в Атменистане. Люди, вот эти мальчишки погибали там, вели себя как герои. А ты отснял вранью? Нормально все. Нормально все. Я недавно читал список Нью-Йорк Таймс, 100 книг. Вы знаете, там есть только роман Анна Калинина из русских. А я не понимаю, а как же Паустовский? А как же Салтыков-Щедрин? То есть этот список я отвергаю сразу. Значит, должен быть какой-то другой список. А потом, извините меня, пожалуйста, столетия Солженицына в этом году или в следующем? Пока шума нет, и меня это очень успокаивает. В прошлом году 125 лет, по-моему, было Паустовского, хоть кто бы вспомнил. Величайший писатель. Я не говорю о здесь присутствующем. Я говорю о передовидце в российской газете. Россия вспоминает своего великого сына Константина Паустовского. Да в гробу они видят. Горького сквозь зубы встретят. Что? Горького в этом году сквозь зубы. Да нет. Ну, опять же, давайте так. Что-то в Горьком мне не нравится категорически, а жизнь Клима Самгина одна из тех редких книг, вот если там у меня какая-то библиотека есть, но Клим Самгин захватанный. Вот Сантуковский захватанный, у Генри захватанный. Я читаю и ну правду нам скажите наконец, скажите, что это великий русский писатель. Есть у кого-то сомнения в этом? Не у кого. Писал это, а писал это иногда лучше, иногда хуже. А нам, извините меня, пожалуйста, в скорую программу включают писателя, который написал одно великое произведение Матрёнин двор и всё. Архипелаг в своё время, это, кстати говоря, про тупость советских руководителей маразматиков, Юрий Николаевич Жуков был в числе тех, кто предлагал издать Архипелаг ГУЛАГ, вот тут страничка Солженицына, а здесь страница настоящих историков, что этого не было, что этот, это, об этом мне рассказал один человек, которому рассказал эту историю на такой-то пересылке со слов таку, как, как. Дальше, вот кто мне скажет, это абсолютно никакой не подковыристый вопрос, смотрите, Александр Солженицын, Архипелаг, ГУЛАГ, а что ниже написано? А ниже написано опыт художественного исследования, на кой хрен мне художественное исследование? В моей стране, это мне давай историческое исследование. Кого из русских писателей, писавших о государстве российской истории, там, Карамзин, Соловьев, кто там еще, кого из них порекомендуется лично? Для нас интересней всего, я считаю, история второй половины девятнадцатого века, от отмены крепостного права, история двадцатого века. Значит, история двадцатого века, это шеститомник Юрия Николаевича Жукова. Я сразу предупреждаю тех, кто не знает его творчество, что это не легкое чтение. Историческое серьезное исследование, это всегда тяжело, это сноски, это цифры. Очень часто я помню, я читал, мне приходилось назад возвращаться, и я забывал, откуда это взялось, откуда кто взялось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ